Дорогие друзья, а сейчас внимание на экран. Будет повествование с видео рядом. Весна – это прекрасное время для рождения новой жизни. Правда, о новой жизни никто не говорил, но, тем не менее, колонулись ребята. Ладно, продолжаем. Около 30 лет назад обыкновенные самые мамы советские растили обыкновенных малышей УА-УА, которые любили своих родителей уже в то время и своих только вот сестренок. Но больше всего они любили музыку, это было видно сразу же по ним. Дети не знали друг о друге, странная какая ситуация. Каждый по-своему взрослели. Один, то есть, становился мальчиком, а другая почему-то девочкой. Постепенно превратились в футбольного фаната Диму, в бутсах и воображалу Сашу с бантом, по всей видимости. Так. Прислить на лицо! Саша обожала при этом сниматься в клипах у себя дома на фоне ковра, что хороший фон. Стенки спутник, сервиза и телевизора Рубин. Стенка спутник, сервиз и телевизор Рубин не смогли дать интервью им некогда. Их мечты, ну то есть Димы и Саши, стать ведущим экономистом и переводчиком немецкого языка пересилила любовь к музыке. И почти одновременно, или одновременно, вот тут не знаю, они начинают свое гастрольное шествие по миру пешком. Радуга-Дуга, дорога до тебя, я по ней иду, я тебя найду. Радуга-Дуга, дорога до тебя, я по ней иду, я тебя найду. Их дорожки не могли не пересечься. После типа делового разговора о возможном сотрудничестве Саша и Дима улетают неожиданно на остров Бали, откуда возвращаются уже безнадежно влюбленными. На острове с ними происходит много интересного. Давайте угадаем. Но самое главное, зная друг друга чуть больше месяца, на Бали они понимают, что это навсегда ребята. Желтые тирпаны, Вестники и разлуки, Цвета запоздала, Утренние звезды, утренние звезды. Солнечная, казантибская, никто не сомневался, и свадьба на берегу Черного моря остается в сердцах молодоженов как самое необычное и романтичное приключение в жизни. Итак, мы собрались все здесь по очень важному и веселому событию. Сегодня у нас одна пара. Это очень-очень необычно, но тем не менее очень-очень важно. Итак, Александра и Дмитрия Алмазовы. Любите ли вы друг друга? Да. Громче, чтобы все слышали. Да. Отлично. Клянетесь ли вы любить и не требовать своей любви никаких объяснений? Заполнять друг другом голову, сердце, а своей любовью заполнять полностью все свои органы, какие только вздумаются? Да. А также любить друг друга до полного изнеможения и, что самое главное, не подпускать никого к своей священной любви в радиусе всей жизни. Да. Клянемся, да. Клянемся. Отлично. Меняйтесь вашими знаками верных. Отвернитесь, пожалуйста. Отлично. Молодцы помилялись трусами. Самым дорогим. Да. То, что ближе всего к сердцу лежало. Итак, ребята, я официально объявляю вас забракованными. С этой секунды вы официально муж и жена на Казантипе. Это очень важный, очень трогательный момент. Это намного важнее, чем настоящая, какая бы там ни была последующая свадьба. И с этой секунды вы муж и жена. С вас ваш первый самый сладкий, самый сочный, первый брачный поцелуй. Сладко! 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 Она и придала им уверенности, и подтолкнула к самому главному шагу. Бабах! Они не строят иллюзий. Эти ребята просто живут и принимают жизнь такой, какой мы все ее знаем. Полосатой. Вот у меня, не знаю, у меня не полосатая. У меня клетчку. Как зебра, короче. Но они вместе. Поэтому им не страшно выходить на улицу, ходить за хлебом, покупать колбасу. Они только начинают свой путь, как одно целое, но уже хорошо знают. Семья – главное, что есть в жизни. А значит, все у них по-лу-чи-ца. Я тебя так люблю. Мамочка, поцелуй, как я тебя очень люблю. Давай жить дружно. А тебе поцелуйчики. Поцелуйчики. Сладко! 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 Сладко!